После завершения выборных баталий наступило время начать работу. Глава Ленинского района Олег Хромов встретился с лидерами и представителями местных отделений политических партий, чьи кандидаты прошли в Советы депутатов в шести поселений муниципалитета. Началась встреча с обсуждения итогов выборов. Глава подчеркнул, что независимо от принадлежности к тем или иным политическим силам, не стоит забывать прежде всего об общей цели – работы на благо жителей. Первый документ, на котором придется работать всем политическим партиям и всем представителям депутатского корпуса на уровне поселений – это бюджет на 2018 год и перспективный бюджет на 2019-2020 год. Некоторое время было уделено вопросу об организации прошедших выборов. Отмечены положительные стороны и в то же время озвучены замечания. И хотя глава района призывал оставить выборные дискуссии и начать конструктивный диалог, все равно у собравшихся бурную реакцию вызвала фигура одного из кандидатов этой компании – директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина. Заво что такое? Закрытое? Это хозяин. Хозяин. Хозяйствующий субъект. Давайте мы не будем заниматься самопиаров. Капиталист. Это капиталист. Миллиардер. Также в ходе беседы поступило предложение создать места приема граждан для всех политических партий. Любые наказы, появившиеся в ходе избирательной кампании, должны быть систематизированы и отправлены в работу. Для насущных же вопросов было предложено выбрать дискуссионной площадкой Координационный совет Ленинского района. Действительно, там собираются люди профессиональные, которые предлагают конкретные вещи на перспективу. Иногда это и обсуждение мелких дел, но по большей части это вопросы, связанные с перспективным развитием Ленинского района. Несмотря на то, что сегодня за столом собрались представители различных политических движений, диалог получился конструктивным. Я глубоко в этом уверен и надеюсь, о том, что конструктивный диалог в интересах всех жителей абсолютно получится со всеми политическими партиями, которые вошли в представительные органы местного самоправления нашего района и поселений. Впереди у избранных депутатов много работы и умение договариваться между собой станет одним из ключевых принципов.